я хочу принести извинения вот я приношу свое извинение прошу реально очень хочу извиниться перед своими подписчиками хочу так сказать и раскаются раскаяния андрея тиртхи извините или я такой неправильный тупой колхозник или все-таки как говорится это фейк всем здрасте вижу хорошо тирку санитары обработали сидит как овощ и что-то гундосит под нос бред перешел на новый уровень похоже перестарались санитары с галлоперидолом решил втихомирить слишком буйный стал на людей с палкой кидается у меня посох фукса я сейчас вас буду лечить но ребята я пока ни при чем это явно инициатива местных врачей я только собираюсь меры предпринимать раз не хочет за свои действия отвечать как передо мной так и за обман сотен тысяч сектантов зарылся в песок и в полную несозданку впал прежде чем начать вводить ваш шок я хотел бы напомнить в очередной бесконечный раз что youtube для меня не является смыслом жизни и выпуская разоблачающие ролики не преследуя вообще никаких корыстных целей смешно говорить о корысти когда за 10 месяцев youtube начисляет чуть больше 110 баксов за 80 роликов даже если бы это было в месяц то для меня никакого интереса не представляло бы тем не менее какое-то мурло будет не кидать предъявы как мне себя вести и что делать вы меня нанимали что ли или может платили за шоу и хомячки вы берега не попутали я вольный человек и никому ничего не обязан в общем народ не говорите что мне делать и я не буду вас никуда посылать а теперь знаете что он вот расскажу вам одну историю правда перед этим освежу предшествующие события где я успешно разоблачил одну из афер известного мошенника слободяна с его дружком тихой если помните я полностью в подробностях провел анализ известного показа циркового представления фейкового киловаттного генератора сценарий демонстрации этого шарлатана предназначался не только для русскоязычного контента но и международного так как переводилось все на английский я на основе тщательного анализа начертил электронную схему блока управления и показал что именно с такой схемой никакого генератора в природе не существует а есть просто бутафорный электромоторчик на аккумуляторе даже проводил различные демонстрации показывающие что подобно невозможно и кстати аргумент про тонкие проводники по которым нельзя пропускать заявленную мощность даже в 10 раз меньшую не был самым главным главное то что блок управления подключен к электромагнитом чисто по схеме обычного моторчика причем очень экономичного в общем однозначно был скрыт мировой обман который видели многие миллионы зрителей со всего света уже несколько лет эта демонстрация утверждает торжество реальности вечного двигателя на магнитах от афериста слободяна поэтому все решили что всякие крутилки и тем более следующий показ магнитного аквариума на острове только подтверждает существование и хоть я железно доказал обман но зомбированные хомики упорно считают это реальностью создаются огромные навозные кучи на ютубе где сектанты пытается упорно воспроизвести труды гениального слободяна точат вертушки и целые барабаны с бараньим упорством пытаясь достичь того чего на самом деле нет так вот про обещанную историю конечно она несколько завали рована но суть вы получите в таком виде что у некоторых хомиков появится мысли о суициде кстати я в прошлом выпуске спрашивал особо упоротых вы чистая отделе готовы поехали в общем несколько недель назад ко мне обратился человечек очень сильно был удивлен каким образом схема блока управления гениального слободяна оказалась у меня говорит что как-то набрал поисковике для прикола надпись фейк слободяна а тут ему поисковик выдает мои ролики и видит очень знакомую схему которую несколько лет назад он помогал делать на какой стадии говорить не буду но факт то что у него сохранились исходники как самой оригинальной схемы так и полная раскладка платы под нее и конечно он мне все материалы любезно предоставил а теперь я вам все покажу и проведу сравнение со своей схемой и моими результатами исследования которые совпали с действительностью почти на сто процентов то есть все то что я вам объяснил более четырех месяцев назад совпало с действительными доказательствами один к одному что категорично подтверждает мировой обман слободяновского церкового представления и моей компетентности вот та схема которую я вам когда-то чертил что в ней было особенного и что было целенаправленно это то что вот эти катушки разъем питание и это питание объединено с микросхемами также как и с процессором и стоят полевики здесь общая шина земли здесь общая шина питания и все полевики соединены полностью их 14 ключей и все 14 ключей заполняет вот эту вот гребенку разъемом и только одна ножка идет на питание все это было основное о чем я вам поведал и подробно рассказал из-за чего понятно что при такой схеме эта система может только работать как моторчик причем очень хреновый а теперь я покажу настоящую схему которую мне предоставили любезную так вот единственная можно сказать ошибка это такая это не ошибка какая разница в общем то что там даже были не полевики обычные транзисторы bc-338 довольно посредственные слабенькие и я например никогда бы обычной биполярки не поставил я бы поставил полевики так как падение напряжения на них слишком большое и получается толку с них значительно меньше чем с полевика на котором практически нету падение напряжения а здесь больше вольта на каждом транзисторе но в принципе если учесть что и как и сейчас я вам дальше объясню то принципе и без разницы что полевик что транзистор здесь она настолько все мизерно и пошло что дальше некуда а теперь смотрите вот этот вот разъем вся разница между моей схемой что я так особо не смотрел где начало где конец разъема и неправильно распиновку сделал но смысл остался тот же там у меня 5 вольт или 8 вольт как я обозначил но я вам говорил что на самом деле этот 5 вольт а 8 это максимум что можно было выжать я пытался дать фору этой системе но на самом деле как и есть как и должно быть здесь 5 вольт и вот идет на 9 ножку вот этого разъема все остальные ножки какие говорил забиты ключами то есть все работает только вот идет эти 5 вольт через разъем на катушке и возвращается с катушек только на эти ключи больше никуда никаких датчиков никакой обратки абсолютно ничего такого здесь нет и быть не может дальше смотрим я потом вам перчатку покажу все покажу значит вот тут аналоговые входа для импульсных каких-то напряжений и вот они идут на процессор одессе 2 и одессе 1 до входа процессора это обычные схемы но они тут не используются дальше вот эта ключевая схема это понижающий преобразователь вот отсюда приходит напряжение извне то есть от аккумуляторов правда здесь они еще предусмотрели столбик выпрямительный который нахрен здесь не нужен но видать у них какие-то тараканы были в голове и вот они сюда это вставили хотя вот этот столбик b1s он очень маломощный еще больше показывает печаль всей конструкции потому что у него максимум что он держит это 0 5 ампера а учитывая что это должно быть кратковременное то есть номинально у него который может держать потоку где-то 0 3 ампера не больше и вот это сильно ограничивает вообще пропускную способность по питанию хотя здесь конечно как преобразователь то что с верхнего напряжения в 5 вольт то здесь конечно 0 3 ампера если там кпд то да все опять вольту ну где-то 0506 получается ампера вот здесь на выходе можно получить не больше то есть 5 вольт пол ампера считаем 2 2 с половиной вата все что можно получить по питанию на всю конструкцию то есть на питание процессора всей этой обвязки и электромагнитов это обычный параметрический микро стабилизатор чик с 5 на 3 вольта я сейчас объясню тоже для чего это обычно последовательный интерфейс макс 232 на rs232 обычные вот rs232 который используется для подключения к компьютеру или опять же для того чтобы можно было программировать сам процессор то есть внешняя связь вот сам процессор как я и говорил мега 32 именно так и это и указал я и показывал какие напряжения все вот они вот 5 вольт приходит вот 17 29 27 все это вот идет питающие вот земля тут всякие пины выходные которые чисто так на всякий случай сделаны и вот самое главное то есть первое главное было это ключи не имеет значения какие главное как они подключены и второе самое главное то что я вам говорил ради мы мультиплексоры только я назвал 74 hc 138 а это 237 разницы между ними практически никакой только входные управления то есть если в 237 один инверсный вход управления второй прямой вход и это синхронизирующий 4 то в 138 2 инверсных и один прямой то есть нету синхронизирующего но дело в том что это все заглушено как синхронизирующие то есть они не используются все навсего используется один вход прямой идет прямо на процессор управления выборка кристалла все то же самое как есть 123 это двоичный код здесь как я уже говорил вот эти 7 используется только один семерка выход не используется а всем используется выходов и получается 14 ключей эти мультиплексоры работают здесь двоичный код здесь десятичный выход все то есть я абсолютно здесь не ошибся ну еще вот эти интерфейсы это усилителя шины данных они там двух мегабитную линию пробивают но это неважно нам это не надо здесь опять же схема внешняя шина тут температурный сенсор подключается и вот еще то что толстые провода куда подходят вот на эти площадки вот это оно и есть это токовый датчик оси с 712 токовый датчик который через который вот идет какой-то определенный ток он замеряется здесь на эффекте холла это дело используется и идет уже в аналогом виде на процессор это то что вот эти толстые провода шли а питающие у нас идут именно вот на эту схему 5 вольт и все больше здесь ничего нету абсолютно как бы мы это не смотрели как бы мы не видели и вот пожалуйста печатные платы с маской чистенькие настоящие печатные платы это то что как было вот сами оригиналы как они делались у них так они все вот эти площадки вот это вот токовый датчик вот это вот преобразователь с понижающий тук тут идут датчики по напряжению вот эти мультиплексоры разъем и мы все четко видим как что идет процессор вот этот выпрямитель вот эти вот усилители лакайна сети и rs232 и теперь внимательно смотрим вот то что я говорил что я просто подключил к восьмой ноты не имеет значения восьмой девятый к разница ну вот у нас девятый в разъеме идет контакт и вот как я вам показывал вот эта дорожка вот она идет 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 и вот она приходит на шестнадцатую ножку мультиплексора эти пять вольт вот они опять вот они пришли на 17 процессор вот здесь вот через этот контакт они приходят вот сюда вот и так далее то есть гуляет тут шины питания земли как заблагорассудится то есть видите подтверждение полные абсолютные чистая ну я и схему показал и вот как идут дорожки то есть так как я показывал было может не очень хорошо видно то здесь все четко и отлично тут я без маски сделал чтобы четко ну вот она все видно все равно как бы ни было все четко видно все то же самое это другая сторона вот она земляная шина пошла вот тоже гуляет она где хочется и себе куда хочет вот у нас здесь вот где стоит преобразователь понижающий вот это вот входное входной конденсатор это уже на 5 вольт конденсатор кстати здесь конденсатор очень малый слабенький всего на 100 микрофарад надо как минимум четыреста семь составить было ну это так словом и вот куча этих разъемчиков на всякий случай вот это для датчиков все эти дела периферия все идет мелочевка и вот эти все ключики все как есть видите никаких лишних проводочков никаких контактиков ничего лишнего нету все четко как я рассказывал и объяснял вот это вот плюс питания которые вот идут то что я говорил через процессор там проходят гуляет где хочет и получается так что вот этот плюс питания от преобразователя и от конденсатора фильтрующего фильтрующего вот он гуляет гуляет он проходит там внутри под процессором потом вот вот здесь вот проходит вот здесь с обратной стороной и вот гуляет и приходит вот на этот контактик то есть сантиметров 20 тончайшего проводочка ну понятно здесь уже что ток и так маленький очень малый очень малый в очень получается так ну то тоже в таком виде можете посмотреть вот сама разводка уже чистый негатив вот как я вам говорил вот девятой ножки вот она гуляет через все это вот через микросхемы пошло здесь контактики вот сюда опять на процессор здесь вот переход опять сюда гуляет это все плюс питания и вот он переходит отсюда туда в общем гуляет как хочет вот опять плюс питание вот тут посадочные все разведены ну понятно что это сами детальки ну понятно что это сами детальки это уже не нужно вот еще одна один негатив обратный опять посадочные обратные и вот пожалуйста вам все четко safe technology 2 3 версия все абсолютно один к одному с оригиналом и вот моя схема чем отличается ничем ну в биполярке вместо поливиков не имеет значения тут тоже не имеет значения и разъемка как говорил 8-9 вся разница а так все абсолютно одинаково а теперь посмотрим еще вот это как оно уже смотрится в самой системе тоже можете глянуть вдруг чего никому не ясно было вот опять девяточка вот опять проводочки вот опять шестнадцатые ножки вот пошли пошли и приходим на процессор дальше тут внутри прогуливаемся и выходим потом плюсиком вот сюда вот это минус вот это плюс у нас вот он пошел сюда и там гуляет хрена где все как видите то же самое вот это одна сторона вот посмотрим вот посмотрим общую сборку как видите все на местах прямо на двух сторон все видно полностью все 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 то есть это все оригиналы которые мне дали показать что на самом деле как было и сравнить с моей системой то что я вам показывал все абсолютно соответствует тут можно еще освежить память как это было на самом деле вот вот один только разъемчик вот он отсоединялся от той бобинки крутящейся которая даже моторчиком толком не назовешь вот все эти блоки что у нас есть вот инвертор преобразователь один преобразователь второй вот для токового вот аккумулятора идет затоковый датчик тут тоже проводочки и вот там вот питание просто не видно но вот там вот разъемчик где идет тоненькими проводочками питания то есть страшный ужас вот другая сторона вот вот в таком виде а это уже полная имитация когда снимали чисто ради того чтобы снять вот это тоже она вообще никуда не подключена вот это разъем не питания вот разъем питания а это просто интерфейс идет и толку с этого то что она включена якобы должно как-то работать но ничего не работает вот и все ребятки хотите вы или не хотите но тут уже поверить просто обязаны что есть то есть вот схема одна вот схема другая третья четвертая все по частям вот вам процессор как я уже говорил и вот мультиплексор такова жизнь как ни крути а все равно моторчик пока у вас кипит мозг а кто-то хватается за веревку я вам скажу все что сегодня вам показал это только материал для разогрева самое главное будет еще впереди и до следующего выпуска предлагаю пораскинуть мозгами домашнее задание так сказать типа кроссворда попробуйте предложить версию какого делал слободян во львове весной именно тогда когда весь этот сговор между тирхой и слободяном произошел при встрече в элитной гостинице нет не то что они там на камеру трещали а настоящая причина вот думаю никто не догадается попробуйте включить свой мозг хоть тут а я вам бонус покажу очередной и последнее если хотите узнать больше тогда подписывайтесь лайкайте ролики и больше пишите комментариев и всячески распространяйте мои видео по другим соц сетям если я буду видеть что интереса к моим роликам нет то я просто уйду с горизонта и вам больше некому будет открывать глаза на действительность единственное что я хочу это чтобы как можно больше народу узнали как их дурят если же вам это не интересно и вы дальше позволяете себя обманывать и вам это даже нравится как вас держат на наркоте то валяйте если вам комфортнее считать слободяна его банду вместе с тирхой крысавчиками ведущих вас в рай то ради бога сидите в кустах с коноплей и торкайтесь а у меня в жизни других дел полно в общем если я не увижу интереса и к этим роликам то подумай стоит мне продолжать дальше выводить на чистую воду мошенников как никак правда ужасно и беспощадно и я есть проводник этого ужаса до скорой встречи не падайте духом да для себя я вот я герой ну обо мне это точно что будет писать в книгах в учебниках что да это один из тех кто который пробивал вот это невежество тупость ученых так называемых физикл и и и и и и и потом будет и и и и и Продолжение следует...